Заполнить налоговую декларацию физические лица должны до 30 апреля. Делать это рекомендуют в электронном виде, в личном кабинете налогоплательщика или с помощью специальной программы на сайте налог.ру. Напомним, что основные расчеты происходят автоматически, однако есть ряд случаев, когда сделать их нужно самостоятельно. Сдача имущества в аренду или в наем. Это продажа доли в уставном капитале организации, продажа акций, паев и так далее. Кроме того, это получение различного рода выигрышей в лотерею, рекламной акции и так далее. Кроме того, отчитывают за своих доходах в обязательном порядке у нас нотариус, адвокаты, индивидуальный предприниматель на общей системе налогообложения. Однако самая распространенная ситуация – это продажа имущества. Здесь государство определяет минимальный срок владения тем или иным предметом. То есть, если вы владеете автомобилем или мотоциклом более трех лет и решили их продать, то декларацию заполнять не нужно. Если менее трех лет, то вы должны подать документы в налоговую. Похожая ситуация и с недвижимостью, однако здесь срок в три года устанавливается для нескольких случаев. Когда право собственности на объект недвижимого имущества получено в результате приватизации. Вторая ситуация – это когда право собственности получено в результате договора дарения или по наследству, но только от лиц, являющихся близкими родственниками. Ну и третья ситуация – это право собственности на квартиру, скажем, на гараж получено по договору ренты. Во всех иных ситуациях минимальный предельный срок владения имуществом устанавливается пять лет. При этом данные условия действуют для имущества, которое вы сами приобрели после 1 января 2016 года. Если покупали раньше, то минимальный срок владения составляет три года. Также стоит отметить, что 13% нужно платить не со всей суммы сделки. Если продается автомобиль, ну, какое-то транспортное средство, да, то налогоплательщик может в налоговой декларации поставить себе вычет в размере 250 тысяч рублей. И, соответственно, он будет уплачивать 13% налога на доходы физических лиц от оставшейся суммы. Да, ну, если автомобиль стоит 600 тысяч, да, продан за 600 тысяч, то, соответственно, вот с этой разницей будет уплачиваться 13%. При продаже недвижимости из суммы сделки нужно вычесть 1 миллион рублей, а с оставшейся величины оплатить налог. То есть, если вы продаете квартиру менее чем за миллион рублей, то в налоговой декларации вы должны поставить ноль. Сдать документ в электронном или бумажном виде нужно до 30 апреля включительно. Если декларация формы 3НДФЛ представляется с нарушением срока, то есть уже позже 30 апреля, то в этом случае предусмотрены штрафные санкции в размере 5% от суммы налога, который, соответственно, у нас в поданной декларации, да, но в любом случае эта сумма будет не менее 1000 рублей, об этом тоже необходимо помнить. Ну и штраф за неуплату налога на доходы физических лиц, также у нас предусмотрены 20% от суммы, исчисленной по декларации. Если вы не уверены в правильности оформления документов, то можете прийти в налоговую на дни открытых дверей. Их проведут 4 и 5 апреля. Также для удобства граждан 25 и 26 апреля налоговая будет работать в удлиненном режиме до 20.00. Напомним, что до 30 апреля нужно подать декларацию, а вот на оплату налога на доходы физических лиц дается еще два месяца, до 1 июля. Галина Кудряшова, Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».